Дорогие друзья, меня зовут Марат, я художник, технолог и декоратор. И сегодня я расскажу про новый материал, материал Палладио. Материал Палладио выпускается в трех базах. Это матовый, белое золото и золото. Я сегодня покажу, как нанести материал в перламутровой базе. Итак, приступим к нанесению. И в процессе я буду рассказывать, что я делаю и зачем. Итак, приступим к нанесению. Материал Палладио я заколеровал двумя колорантами. С серо-голубым номер 26 палиш и колером номер 18, это черный. Добавил я их по 5%. То есть на 1 кг мы, грубо говоря, добавляем, даже не грубо, а точно, мы добавляем материала по 50 грамм. Материал изначально в банке достаточно густой и требует разведения на 10-20% в зависимости от того, насколько хорошо подготовлены у вас стены. Если присутствуют какие-то глубокие царапины, то материал, может быть, и не стоит разводить вовсе. Если у вас стены более-менее подготовлены хорошо, то материал можно развести на 10-20%. Итак, приступим к нанесению. Первый слой я буду наносить классическим способом. Классический способ предполагает ровное тонкое нанесение. И изначально материал будет похож чем-то на шелк. Но это далеко не так. Перламутровый пигмент в материале действительно создает ощущение шелкового покрытия, но весь эффект материала проявится только на втором слое. И это как раз и есть то самое изюминное материало, о котором я говорил ранее. И никаким другим материалом этого эффекта получить физически невозможно. Итак, у меня материал разбавлен буквально на 10% водой. Видите, он достаточно густой. И наносим мы его классическим способом. И вы видите, что вначале это действительно похоже на шелк. Наизюминка материала. Она как раз в мраморных красивых прожилках, а не в классическом шелковом эффекте. Но этот эффект можно будет увидеть только на втором слое. Что хочется дополнительно сказать. Материал очень пластичен, мягкий и простой в нанесении. Легкий в нанесении. А это значит, что даже неопытный декоратор сможет его нанести. И не просто нанести, но при этом еще и получить отличный результат. Ну а опытным мастерам останется при работе только получать удовольствие. Итак, первый слой материала я нанес на образец. А теперь нужно дождаться окончательного его высыхания. Это 30 минут-час. И можно будет приступать к созданию красивого мраморного эффекта. Мой образец подсох. И сейчас мы приступаем к нанесению второго слоя. Как мы это делаем? Я беру небольшую порцию материала. И наношу его длинным и перекрещивающимся мастерам. Почему это необходимо? Мрамор все-таки имеет такую перекрестную скорее структуру. Поэтому имитируя его, я пытаюсь сформировать рисунок таким образом, чтобы линии у меня перекрещивать. Смотрим. Второй принципиально важный момент при нанесении материала Палладио. Обратите внимание, вот сейчас я наношу его каждый раз в сухое или в чистое место. То есть я не наношу материал сплошным слоем. Я оставляю непрокрасы и делаю это намеренно. Потому что если мы наносим материал сплошным слоем, то у нас вот этих перекрещивающихся проживок не будет видно. Или они будут неярко выражены. Поэтому, нанеся на какой-то участок и оставив непрокрасы, в дальнейшем я в эти же непрокрасы кладу новую порцию материала и пытаюсь их закрасить. Вот таким образом. И как вы видите, по материалу проявляется та самая единственная, о которой я говорил, о которой я обещал. После нанесения я слегка подблинцовываю материал и продолжаю. Я сейчас перережму образец, так как мне будет неудобно делать его снизу. Но и вам будет тоже не совсем видно. Итак, продолжаем. Что хочется сказать дополнительно? Я добавил в материал еще 10% воды для того, чтобы материал стал еще несколько пластичным. и чтобы его можно было наносить именно длинным широким мостом. Я сейчас покажу его консистенцию. То есть нам нужна консистенция такой достаточно густой краски. То есть материал уже не в состоянии шпаклевки, а скорее он в состоянии густой краски. Итак, продолжаем. Я делаю немножко волнообразное движение, но это не принципиально. Но так как все-таки мраморные прожилки они не имеют прямых линий, я тоже стараюсь наносить материал немножечко волнообразные движения. в конце я приближу в конце я покажу поближе что у меня получилось. Ну и надеюсь камера сейчас зафиксирует все самые красивые мраморные эффекты, которые создает данный материал. вот такое простое нанесение, с которым справится даже новичок. И вам не нужно выводить какой-то шелковый эффект, который будет переливаться, за которым нужно следить. Вам достаточно материал просто наносить. так как вы умеете это делать. Эффект проявится самостоятельно. Если в каких-то местах после высыхания материала вам кажется, что у вас недостаточно эффект на какое-либо место, вы всегда можете добавить. А это значит, что материал легко реставрируется. позволяет с тобой работать. Что-то я не подсказал, сам не понял, сам покупался. Ну в общем, после высыхания второго слоя вы можете всегда добавить в те места, которые вам кажутся не очень эффектными, новую порцию материала и получить тот эффект, который вам будет нравиться. и так, наш образец готов. После высыхания, когда поверхность будет однородной, я покажу, что у нас получилось. и так, дорогие друзья, вот что у нас получилось. Вот они, красивые, эффектные, мраморные прожилки. Вот он, легкий перламутровый возблеск белого золота. Целым уникальный материал. И что хочется сказать, расход у материала не превышает 200 грамм. И нанесение, повторюсь, простое. Как для опытного мастера, так и для начинающего декоратора. Обязательно подписываемся, ставим лайки, задаем вопросы в комментариях. Всем успехов, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok